Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Представляем вам набор для самостоятельной сборки вот такого замечательного и легендарного самолета, пикирующего бомбардировщика Пе-2. Модель двухмоторная, с размахом метр тридцать, то есть уже достаточно серьезный и большой самолет. Вот, согласитесь, красивая машина получается и в то же время достаточно интересная в плане сборки. Так что собрав этот конструктор, вы сможете получить вот такую замечательную модель. Ну а теперь подробнее поговорим о том, что же входит у нас в комплект самолета Пе-2, точнее конструктора для сборки этой модели. Набор достаточно большой, деталей много, но тем оно и интересно. Традиционно уже обзор начинаем с фюзеляжа модели. Основные детали фюзеляжа идут в двух листах нарезки. На первом листе располагаются основные стрингеры фюзеляжа, вертикальный, горизонтальный. На вертикальном стрингере размечены номера для установки шпангоутов, чтобы не промахнуться. Ну а на втором листе, собственно, сами шпангоуты. Они тоже все пронумерованы. И также на этом листе располагаются детали батарейного отсека, усиление элеронов и кили. К деталям фюзеляжа также относятся заготовки и обшивки. Их четыре сегмента. Самый большой – это обшивка хвоста. Затем средняя часть фюзеляжа – это верхняя половина над крылом. Ну и, соответственно, нижняя часть устанавливается под крыло. Ну и самая хитрая деталь обшивки – это обшивка носа. В самом фюзеляже деревянных деталей здесь нет. Из фанерных элементов, относящихся к фюзеляжу, только крепление под батарею и, соответственно, ремешок для батареи с нашим логотипом. Также к фюзеляжным деталям можно отнести тягу рулей высоты. На этой модели рулей направления нет, но руль высоты у нас и V-образный, точнее, стабилизатор V-образный. Рули высоты приводятся в действие раздельными тягами. И вот в такой сборке будет, собственно, сама сдвоенная тяга с уже загнутым наконечником под сервомашинку и два VOD. Второй элемент модели, не менее сложный, не менее интересный, чем фюзеляж – это заготовки-мотогондол. Они делаются в двух экземплярах. Оба экземпляра практически идентичные. И, соответственно, идут два листа нарезки, которые, кроме того, что они сделаны в зеркальном отражении, ничем не отличаются. На этих же листах нарезки располагается стабилизатор с проклеенной сеткой-серпянкой по рулю высоты. Сетка используется в качестве петель. И на одном из листов комплект-нервюр для консолей крыла. Вот в мотогондолах уже дерева достаточно много. Это, собственно, сама основная площадка с креплением под ретракт. И она состоит также из двух частей – основная деталь и хвостовик. Склеиваются две детали вместе. Получается одна цельная основа под мотогондолу. Также идет фанерная моторама. Фанерное лобовое кольцо. Основание кока, можно сказать. И держатели стойки. Дополнительный держатель устанавливается на основной площадке. Вот в эту нишу. Но это уже в процессе монтажа ретрактов. Ну и раз уж пошла речь о хвостовом оперении, также здесь в нарезке есть вот такой уголок. Это лонжерон стабилизатора. За счет этого лонжерона придается нужный угол поперечного В-стабилизатора. И эта деталь уже держит форму. Ну и дополнительная жесткость опять же. Стабилизатор большой, плюс келевые шайбы на законцовках. Для дополнительной жесткости, прочности в стабилизатор вклеивается фанерный уголок. Ну а сейчас переходим к элементам крыла. Крыло разборное. Консоли снимаются. Центроплан вклеивается в фюзеляж уже намертво. Вместе с моторами. И он является несъемным. Основа центроплана это развертка, обшивки. На нижней половине сделана разметка для установки элементов каркаса. Разметку мы стараемся наносить тонкими линиями, не глубоко. Поэтому ее не всегда хорошо видно с первого взгляда. И если какую-то линию вы не замечаете, попробуйте посмотреть на заготовку с разных ракурсов. Вполне возможно при определенном освещении линия будет более заметной. Такую разметку стараемся делать для того, чтобы обшивка потом по этим линиям не ломалась. Не было явных таких перегибов, переломов по линиям разметки. Но из-за этого их не всегда хорошо видно. Так что на этот момент обращайте внимание. Повнимательнее смотрим. И не думайте, что разметки нет, если вы ее не заметили на первый взгляд. С внешней стороны развертка центроплана по линии сгиба передней кромки проклеивается скотчем. Несмотря на то, что модели мы сейчас делаем из нашего нового материала пенолиста, он довольно хорошо держит сгибы. Тем не менее, сгиб осевой линии здесь достаточно сильный. Передняя кромка довольно острая. И мы подстраховываемся и проклеиваем все-таки скотчем переднюю кромку. Скотч временный. После склейки крыла, после сгиба обшивки, этот скотч можно будет снять. К центроплану также прикладываются три рейки одинаковой длины. Это основной лонжерон плюс передняя кромка. Все рейки одинаковые. И ставить их можете в любой последовательности, как вам больше понравится. Конечно же, комплект Нервюр. Для центроплана все Нервюры сделаны из фанеры. Все они достаточно усиленные, чтобы можно было надежно закрепить соединительную трубку. Ну и навесить довольно большие консоли. Нервюры безномерные, но промахнуться с местными их установками здесь довольно сложно. Также в комплекте идет соединительная планка. Собирается из двух половин. Эта планка играет роль второго лонжерона и дополнительного крепления консолей. Ну и собственно сама соединительная труба, алюминиевая, диаметром 10 мм, пропускается сквозь отверстия в Нервюрах центроплана. И остаются два небольших участка для крепления консолей. Как правильно установить эту трубу, как собирать центроплан, подробнее смотрите в наших видео уроках. Также в наборе идет заготовки зализов. Это нижняя часть, хвостовики клеятся за крылом. Ну а это верхняя часть, основная деталь зализа. Также внимательно посмотрите наши видео уроки, где мы подробно показывали, как их приклеивать. А самое главное, как их правильно обработать. Ну и конечно консоли. Они делаются также в зеркальном отражении. Два экземпляра. На нижней плоскости развертки нанесена разметка под элементы каркаса. Нервюры здесь пронумерованы. Ну и также наклеена сетка серпянка в качестве петель элеронов. Однако не забывайте, что это транспортное положение. Перед сборкой крыла сетку нужно будет снять. И приклеите ее обратно уже после того, как установите усиление элеронов и обработаете заднюю кромку. Само усиление элеронов, еще раз напомню, находится в дорезке с деталями фюзеляжа. Две корневые нервюры консолей также сделаны из фанеры. Они пронумерованы. Первая, вторая. Остальные нервюры пенопластовые находятся также в нарезке на 5-миллиметровой плитке вместе с элементами одной из мотогондол. К первой нервюре в задней части приклеивается такая площадочка, которая служит для крепления консоли. И также есть комплект из четырех вот таких вот уголочков. При этом обратите внимание, что они немножечко отличаются по высоте. Не знаю, сейчас камера ловит или нет, но разница примерно в полмиллиметра здесь имеется. Эти уголочки используются для усиления места крепежа консолей. Устанавливаются по бокам от соединительной трубки таким вот образом. И образуют как бы пенал, в который трубка входит и уже будет достаточная жесткость для крепления консоли. Расстояние между двумя корневыми нервюрами небольшое. Вот как раз длина этих уголков. И чтобы крепление консоли было надежным, сделать вот такое дополнительное усиление. Ну и конечно в наборе комплект РЕК, шесть штук. Также они все одинаковой длины. Идут и на лонжерон, и на переднюю кромку консоли. Ну и чтобы модель приобрела законченный вид, нужны копийные элементы, о которых сейчас и поговорим. В первую очередь это конечно же фонарь кабины. Фонарь мы делаем из специализированного пластика. На нем нанесена разметка расшивки. Такая рельефная разметочка. По ней очень удобно будет либо приклеить полоски пленки. Кстати, пленка Ракал зеленого цвета также присутствует в комплекте этого конструктора. Либо можно с внутренней стороны по ложбинкам, по этим прокрасить фонарь кабины и получить нужный вам результат. Также в наборе декали, звезды, орден красного знамени. Ну и конечно же бортовые номера модели. Ну и конечно же пакетик с мелкими деталями, в котором у нас находится задняя стойка шасси. Это уже загнута из проволоки. И для защиты кусочек пенопласта. Заготовки для хвостового колеса. Пока деревянные. Со временем в конструкторы будут прикладываться уже заводские колесики. Комплект кабанчиков. Четыре фиксатора тяг. Два идут на рули высоты. Два идут на элероны. Четыре кусочка тонкой проволоки. Два покороче. Это индикаторы углов крышки. Посмотрите в наших видео уроках, как мы сейчас отмечаем, где вырезать крышку батарейного отсека. Ну и две подлиннее. Это заготовки для тяг элеронов. Два самореза для крепления консолей. Зубочистки, как заготовки для пулемета. Тоже один из копийных элементов мы показывали в наших видео уроках. Трехмиллиметровый штырек. Это фиксатор крышки батарейного отсека. Передняя его половина. Ну и в задней части крышки устанавливается магнитный фиксатор. Два магнитика и две жестяночки. Вот такой набор мы вам предлагаем. Если вы внимательно посмотрите наши видео уроки и пошагово повторите все те же действия, что мы показывали, в итоге у вас получится вот такой замечательный и легендарный самолет Пе-2. Кроме того, в нашем интернет-магазине вы сможете найти комплекты электроники для этой модели, в которую будет входить силовая установка из двух двигателей с регуляторами скорости и сервомашинки. Ну и, конечно же, отдельно комплект убирающихся шасси. Это, собственно, ретракты, стойки шасси и сами колеса. Ну и также для тех, у кого есть желание вооружить свою модель, опционально будут предлагаться наборы для сборки бомб, держатели для бомб, ну и, соответственно, сервоприводы для фиксаторов. Если вас заинтересовал этот конструктор, ссылка на него будет внизу в описании под видео и в правом углу экрана в подсказках. Переходите в наш интернет-магазин, заказывайте конструктор легендарного Пе-2 и собирайте такую замечательную модель. Ну а мы продолжаем пополнять коллекцию моделей времен Второй мировой войны, и в скором времени вы увидите еще несколько экземпляров, не менее известных и не менее знаковых. Ну а на сегодня все. Если вам понравился этот набор, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и ждем новых моделей и новых конструкторов. в нашем интернет-магазине. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.